вот такая вот у нас красивая рось я наконец-то выбрался на копалочку выходной день и первая монетка к сожалению вот в таком вот грустном состоянии и скорее всего это гнутый и даже горелый пятачок сейчас я его отмою так да это пятачок и к сожалению очень и очень лысенький поэтому в общем-то показывать здесь особо нечего и мы его кладем в эту замечательную баночку пускай отмокает как мне кажется попалась запчищу шишка от керосиночки такая вот вещица но мне не нужны поэтому остается здесь будущим копателем русь у нас широкая и богатая и наконец-то интересная монетка и это копеечка зелененькая такая сейчас я помою и посмотрим кто это тот спрятался а это копеечка 1903 или 1905 года вот такая вот зелененькая но крайне симпатичная на берегу вот этой вот великолепный великолепнейшей руси моя прелесть прелесть моя вот это монетка всем монеткам монетка 1765 год моя прелесть сейчас я тебя отмою вот она какая красавица чистенькая красивая вот это монетка и вот так вот ее в баночку бульк пускай отмокает значит так вот прошелся я вот так вот вот так вот так вот вот так вот была деревня 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 через овраг прошел прошел пошел пошел сюда здесь тоже была деревня и наконец-то монетка сейчас посмотрим кто это это 2 копейки то ли 34 то ли 24 сейчас я от мою и посмотрим кто это и это все-таки 2 копейки двадцать четвертого года вот такая вот зелененькая пускай отмокает текст долго ли коротко ли и прямо на поверхности лежит монетка вот такая вот монетка кто это пока еще не знаю сейчас я ее от мою ой советская и зелененькая текст ясно ща посмотрим пикс и это 10 копеек 55 года вот такая вот чистенькая на поверхности лежала ждала пускает макает охарусь у нас богатая и у меня наконец-то старенькая монетка попалась он там просматривается копейка сейчас я от мою и посмотрим кто это пикс это попалась сейчас посмотрим копеечка ровный год 1900 вот это да ровно ханька но состояние вроде так неплохое вот такая вот копеечка с 1900 года лежит и ждет вот там вот русишь парашютом а у меня прямо на поверхности так где она на поверхности а вот смотрите на на поверхности лежит монетка ого видно нет вот ох сейчас так а кто это советская монетка просматривается сейчас я его протру быстренько и это 10 копеек сорок восьмого года вот такая вот в хорошем состоянии монетка пускай отмокает в это сложно конечно поверить но третья монетка лежит прямо сверху вот она и скорее всего тоже диссюнчик сейчас посмотрим текс надо как-то к солнышку встать чтобы видно было кто же это текс неужели диссюнчик кто это не видно но похоже диссюнчик сейчас я и отмою сложно конечно в это поверить но третий диссюнчик на поверхности и очередные сорок восьмой год вот так вот интересно какая у нас широкая большая и у меня вот такая вот малюсенькая пуговка попалась вот такая вот старинная зелененькая пуговка красавица а луна-то лунявая и у меня вот такой вот перстенечек попался зелененький и хорошенький вот красавец так баночку паскает макает их красотища у нас на руси а какая дичь и вот у меня вот такая вот интересная находочка медь зелененькая но вот я не знаю что это такое возможно было когда-то кольцо которое разорвало а вот от чего непонятно бег что у нас сегодня на руси солнышко уже низкой и у меня попался вот такой вот коррестик маленький красивый крестик сейчас его отмою и рассмотрим вот он какой красавец вот красивый какой крестик красавец красивая вещь пускай отмокает идешь идешь вот бывало так по руси идешь 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 и идешь и и прямо таки вот на поверхности лежит предмет чистенький и сухой и это скорее всего образок сейчас я его отмою и посмотрим может быть картиночка сохранилась да изображение сохранилась просматривается это образок одна страна лысенькая на второй стране есть сохранившийся лик так вот ладно пускай отмокает так вот еще крестик попался но немножечко обрубленный и с одной стороны полностью лысый но довольно таки старый толстенький и тяжелый пускай отмокает так на руси значит нас вечереет и попалась очень необычная монетка вот такого размера так и вот по моему там написано пол полушки ну вот больше в общем то ничего не просматривается но на фотографиях я думаю будет видно вот такая вот малюсенькая монетка сегодня второй день копалки на руси второй выходной шквалистый ветер не знаю что будет слышно и то же самое поле то же самое урочище и всем любителям комочков посвящается значит комочек и вот великолепный объект лежит и сейчас я его оттуда достану кто это пока я не знаю и даже понятия не имею слышно меня или нет а это великолепном сохране деньга не вообще в этом году везет на деньгу 1731 года зелененькая красивая как новенькая и вот рядом с деньгой вот здесь была деньга вот здесь вот я обнаружил вот такую вот пуговку в очень хорошем состоянии с узорчиком но без ушка очень жаль тоже пускай отмокает ох рось у нас богатая не знаю будет слышно меня или нет но попалась вот еще одна монетка а это измученная жизнью полушка 1734 года вот так вот такая вот монетка давно здесь лежит ладно пускай отмокает так пряжечка попалась вот такая вот интересная вот такой глубины на фоне черного металла лежала вот такое маленькое колечко но интересно никакого не представляет но возьмем первая желтая монетка на этом поле вот такая вот две копейки сорок шестой год советское золото сейчас я отмою такие монетки всегда как новенькие лежат красивые блестящие как будто только что потеряны вот так вот все ничего то никак ветер на руси не утихнет и у меня медная пуговка попалась вот такая вот целая с ушком чистая медь какая звонкая это может быть не советская керамика тоненькая прозрачная и не могу рассмотреть по моему это не штамповка а рисованные ну в смысле и у меня сегодня находка дня петровская чешуя вот такая вот малюсенькая монетка разглядеть конечно на ней надписи невозможно но она сделала весь сегодняшний день вот такая вот монетка вот так вот ладно фотография будет монета уникальная на руси ветер немножечко утих уже вечереет и у меня две копейки только вот довольно таки лысые но все равно находочка пускает макает да русь у нас богатая богатая черепушки везде разбросаны и вот попался перстенечек и как мне кажется точно с таким же рисунком как вчера два одинаковых даже сварены по центру они одинаково в общем отмывать не вижу смысла на фото посмотрим и наконец-то попалась целая пуговка с ушком и рисунком вот такая вот интересная крупненькая ладно потом отмоем на русь спускается вечер и у меня наконец-то золото партии 5 копеек 1956 года как всегда в отличном состоянии и как всегда идут в баночку горе о горе рубленая петровская копейка очень жаль кто-то ее испортил такую монетку петра в общем показывать тут особо нечего и она уходит в баночку эхо рось вот такая вот у нас рось мне попалась малюсенькая пуговка такая малюсенькая что я так долго ее искал что даже уже не хочу мыть но фотографию приложу и она отправляется в баночку а это кажется часть от бубенца как мне кажется но мятая в отмочку ну что выходная копалка закончилась два дня на этом урочище и все на экране все наборки вот такая вот у нас красивая рось и и и и и и